Всем привет! В этом видео разберемся, как в Unity делать взрывы. Взорвем вот эту бочку и сделаем так, чтобы при взрыве она повлияла на все объекты, которые вокруг нее находятся, и при этом, чтобы влияла она на них физически корректно, ну то есть, чтобы при отдалении эффект затухал, да. И также еще после того, как сделаем этот взрыв, реализуем вот такую штуку, что если тут поблизости есть еще несколько бочек, то они тоже будут взрываться, и получится такая цепная реакция. Ну, для этого эффекта очень хорошо нам подойдет уже встроенная в Unity функция RigidBodyAddExplosionForce. Ей и воспользуемся. Создам новый скрипт, назову его Explosion. И в нем будет одна основная функция Explode, как нетрудно догадаться. Также тут будут два поля, которые мы будем менять в инспекторе. Это PublicFloatRadius, то есть максимальный радиус, на который распространяется эффект. И максимальная сила взрыва, назовем это Force. Первое, что нам нужно сделать, это найти все объекты, которые находятся в заданном радиусе, чтобы наш взрыв влиял только на эти объекты, а не на всю сцену вообще целиком. Для этого в методе Explode создаем новый массив коллайдеров. Назову его OverlapedColliders. Overlap переводится перекрывать. И для поиска этих коллайдеров мы воспользуемся функцией Physics OverlapedSphere. Значит, здесь в скобках нужно указать радиус этой сферы. Это вот, собственно, радиус. Вернее, вначале позицию. TransformPosition. И потом радиус. Таким образом, у нас из объекта, на котором лежит этот скрипт, создастся сфера радиусом, радиус. И все, что в эту сферу попадает, оно будет у нас находиться в массиве OverlapedColliders. Затем в цикле For мы проходимся по всем элементам этого массива. И, например, нам нужно выяснить, а есть ли на этом коллайдере RigidBody. То есть, принадлежит ли этот коллайдер какому-то RigidBody, или это просто коллайдер пола, стен, каких-то статичных объектов. И на них нам влиять не нужно. То есть, у элемента массива коллайдера, который в данный момент мы перебираем в цикле For, мы смотрим AttachedRigidBody. AttachedRigidBody – это свойство, которое есть у всех коллайдеров, и в нем хранится то, к какому RigidBody он относится. Коллайдеры могут не относиться ни к какому RigidBody, тогда значение этого выражения будет равно 0. Но мы проверяем, если оно не 0, то есть, если в переменной RigidBody что-то есть, тогда мы на это RigidBody будем уже воздействовать силой вот внутри этих скобок. И делать это будем с помощью функции RigidBody – AddExplosionForce. Значит, в скобках нужно указать, во-первых, саму величину силы, то есть force, затем ExplosionPosition, то есть это TransformPosition, то есть место, в котором находится тот объект, на котором лежит этот скрипт. И ExplosionRadius – это просто радиус. Вот и все. Теперь у нас при взрыве, при вызове функции Explode, будет оказываться эффект на все RigidBody, которые находятся в этом радиусе от объекта. Так, но только эту функцию нужно откуда-то вызвать. Давайте пока что для теста вызовем ее в старте. Ну, где ее вызывать – это уже как бы отдельный разговор, связанный с конкретной вашей игрой. Ну, пускай пока что вызывается в старте. И запустим игру. Ну, конечно, да, нужно назначить Explode на бочку, указать тут радиус, ну, например, пускай будет 5 метров или 10, и сила, пока что сложно сказать какая, ну, 20 ньютонов, к примеру. Так, я немного увеличил Force, сделал 500, и вот теперь взрыв как бы хорошо виден. Вот такая штука получается у нас при старте. То, что бочка взрывается в старте, это не очень удобно и сложно тестировать, поэтому я из старта это уберу и добавил тут вот такую небольшую штуку. Это чисто как бы для тестов. То есть, есть переменная Active, которую мы можем в инспекторе включать или выключать. По умолчанию она выключена, но как только мы эту галочку в инспекторе активируем, то вот в апдейте, значит, благодаря этой проверке происходит вызов функции Explode. Если так все и оставить, то функция Explode будет бесконечно раз вызываться каждый кадр, да, поэтому нам нужно еще этот объект уничтожать. Вот, Destroy GameObject, то есть после взрыва бочка должна уничтожиться. Можно, кстати, для эффекта еще создать систему частиц, так что здесь я сделаю ссылку на prefab, Public GameObject Explosion Effect, и в момент взрыва мы будем этот prefab создавать. Вот, создаем систему частиц с помощью функции InstantAid в позиции, значит, почки, да, и не важно, как он будет повернут. Я тут подготовил вот такую вот систему частиц, так, и перетаскиваю ее в соответствующее поле в инспекторе. Так, ну давайте убедимся, что все работает. Нажимаем на Play, и когда я нажимаю галочку Activate у бочки, то она взрывается, создается эффект, и частицы разлетаются. Так, ну, в моей системе частиц надо отключить галочку Looping, чтобы она воспроизвелась только один раз. Еще хотел обратить ваше внимание на такую вещь по поводу того, как работает Add Explosion Force. Важно, что он прибавляет как бы силу не к центру масс объекта, да, то есть вот если там провести линию от бочки до центра масс объекта, и можно подумать, что объект вот туда полетит, да. Нет, он действует более физически корректно и добавляет силу к точке, которая ближайшая к объекту. То есть вот на этот бокс сила будет прикладываться вот в этом направлении, и если активировать взрыв, вот обратите внимание, как эта палка улетела, ну, в общем, вполне жизненно. И теперь хочется сделать, чтобы одна бочка могла взорвать другую бочку. Тут могут быть разные условия, значит, при которых это взаимодействие происходит. Но я сделаю так, что вот у нашей бочки, значит, есть некоторый радиус действия, и если другая бочка будет находиться ближе, чем половина этого радиуса действия, то она взорвется. Вот такое условие. Значит, ну, во-первых, на бочку, на саму нужно применить компонент RigidBody, чтобы она тоже вела себя физически. Так, ну, какая-нибудь там масса у нее будет, пускай 5 килограмм, и создам из этой бочки prefab. Затем скопирую ее на какое-то расстояние. Кстати, чтобы нам было удобно смотреть, как бы попадает ли бочка в этот радиус, удобно будет в окне сцены нарисовать, как бы, вот эти радиусы действия. Это можно сделать с помощью функции onDrawGizmos, которая у нас, как бы, есть у всех объектов, которые являются наследниками MonoBehaviour, так же, как там Update и Start. В MonoBehaviour есть встроенная функция onDrawGizmos. И тут можно пользоваться, значит, классом Gizmos. И вот, например, у него есть метод DrawWireSphere, который рисует вот такую вот сферу у нас в окне сцены. Вот, я указал, что эта сфера должна рисоваться с радиусом вот этим, да, и если мы его будем регулировать, то вот видно, что сфера меняется. Можно также в onDrawGizmos нарисовать вторую сферу, радиус которой будет радиус пополам. Вот, и если, значит, наша вторая бочка попадает внутрь вот этой маленькой сферы, тогда она будет взрываться. Можно задать разные цвета этим сферам. Для этого надо вызвать GizmosColor. Значит, поменять у класса Gizmos статическую переменную Color. Вот так это работает. Вы меняете, значит, цвет, потом рисуете то, что вам нужно, потом снова меняете цвет, снова рисуете то, что хотите. Вот, и получается в итоге вот такая картина. У нас есть две сферы. Ну, и, кстати, сейчас мне становится хорошо видно, что они какие-то больно здоровенные. Так что радиус можно сделать поменьше. Теперь, когда мы перебираем все вот эти вот коллайдеры, мы должны посмотреть, есть ли на RigidBody, значит, который мы взорвали, компонент Explosion. И если есть, то мы должны вызвать у него функцию Explode. Создаем тут переменную Explosion. Вот, если на RigidBody, который мы взрываем, есть компонент Explosion, то его нужно тоже взорвать. Да, но перед этим нужно проверить дистанцию. То есть, если Vector3Distance между TransformPosition и, ну, получается, RigidBodyPosition окажется меньше, чем радиус пополам, только тогда мы вызываем функцию Explode. Еще у нас сейчас может получиться ситуация, что, типа, две бочки стоят друг напротив друга, одна бочка взрывает другую, эта снова взрывает эту, эта снова взрывает эту, и, короче, так будет до бесконечности, и у нас Unity зависнет и вылетит. Чтобы это предотвратить, можно ввести тут дополнительную переменную PrivateBullExplosionDone, что ли, как-нибудь так я назову, то есть взрыв уже произошел, и если ExplosionDone равно True, тогда мы просто выходим из этой функции и все, что дальше, уже не возвращаем, а, как бы, первое же действие тут будет ExplosionDone равно True. То есть, ну, вот эта штука позволит нам сделать так, чтобы взрыв произошел только один раз, и ни в коем случае один и тот же объект дважды не мог взорваться. Вот, уже неплохо, но сейчас мы увидим довольно скучную картину, что как только мы взрываем одну бочку, в тот же момент все остальные бочки, как бы, по цепи взрываются, и мы просто увидим такой один большой взрыв, который произошел одновременно, и мне кажется, лучше это будет смотреться, если будет лучше смотреться, если мы сделаем какую-то задержку. Так, я, пожалуй, эти все переменные вверх запихаю для аккуратности. Так, задержку. Так что будет еще одна функция, PublicVoidExplodeWithDelay, назову ее, Delay, взрыв с задержкой. Эта функция просто будет вызывать метод InVoke, метод Explode, но в InVoke. Вот, то есть InVoke позволяет нам вызвать что-то с задержкой, то есть вызовется он через 0,2 секунды. Ну и, пожалуй, всегда мы будем вызывать вот этот метод Explode только через вот этот метод ExplodeWithDelay, поэтому давайте я вот эти проверки тоже перенесу сюда, и тут в апдейте тоже будем вызывать ExplodeWithDelay. Да, и, конечно же, самое важное, что ExplodeWithDelay вот здесь мы вызываем. Для всех бочек, значит, которых эта штука коснулась. Так, то есть вот еще раз, что Explode у нас вызывается только исключительно из этого места. Так, еще я тут решил добавить немного украшений, что когда бочка готова взорваться уже, тогда она становится красной. Ну и давайте вот это время задержки сделаем чуть побольше, чтобы наглядно на это все посмотреть. Вот, значит, когда у нас есть эти круги, очень удобно располагать бочки таким образом, что мы видим, значит, какую следующую бочку она заденет. И у одной из них просто включаю галочку Activate, она взрывается и взрывает все остальные соседние бочки. Когда у вас много бочек, то вот эти круги могут как-то слишком мешаться, поэтому лучше вместо функции onDrawGizmos использовать функцию onDrawGizmosSelected. Тогда эти круги будут рисоваться только у объекта, который выделен. Когда ничего не выделено, то никаких кругов не рисуется, и в данном случае это очень удобно. И есть еще одна вещь, которая сделает наш взрыв красивей. Это вот у метода addExplosionForce есть еще четвертый параметр. Это upwards modifier. В общем, так, давайте напишу тут один метр. Идея в том, что когда что-то взрывается, будет круто, если объекты от взрыва немного подлетают вверх. Это будет смотреться эффектней. И как это работает? Просто точка взрыва смещается немного вниз. То есть все работает так, как будто точка взрыва находится не здесь, а немного ниже. И за счет этого объекты подлетают вверх, и почти всегда это смотрится эффектней. Так что покрутите обязательно этот параметр. Вот, по-моему, получился потрясающий взрыв. Всем пока и спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok